всем привет с вами валерия джуми и сегодня я вам расскажу о топ-5 дарам детектив но и также некоторые из этих дарам жанра мистики это для меня был дизайн и конечно что порой драмы так вот могут быть таком жанре детектив плюс мистика для меня очень долгое время это не как бы в голове еще не укладывалось но корейцы меня удивили ну что ж поехали первое она видит запахи данная дара у меня захватила только так до диагнозы которые там называют они реальны то есть есть реальный диагноз когда человек не может различать лица людей сколько бы раз он с вами не виделся он ваше лицо просто-напросто не запоминает и когда допустим он стоит перед вами еще когда вы стоите перед ним да знаете как он вроде бы видит вас но при этом у него немного ну может в глазах как бы меняться ваше очертание потому что он не запоминает лица в принципе он может определять только людей по к тому как они ходят то есть по походке до по голосу по одежде основной до которую чаще всего человек может надевать но лицо вот категорически он не запоминает так что этот диагноз реально есть я это все прошуршала еще в интернете и также есть настоящий реально диагноз когда у человека как бы начинается такая тема что он именно видит запахи то есть он не чувствует носом да как вы привыкли а он именно видит видит состав данного запаха да именно как можно сказать глазами даже видит запах но он не чувствует именно самого запаха такое тоже есть у этого диагноза есть прям такое название прям четкое в общем это даром не очень зацепило и от маньяка убийцы вы там будете просто в шоке честно я до последнего вообще не понимала чё к чему и до последнего не хотела верить в то что там уже показали ближе к концу драмы довольно-таки она даже в какой-то степень даром и тяжеловатая хотя я ее легко принципе перенесла но от того насколько там мозг маньяка функционирует я была в шоке да в общем посмотрите и дальше фальсификация тут конечно же снова здравствует нам гунмин этот актер у меня сейчас будет почти во всех даромах которые я сегодня назову называется когда твой опа везде но кстати классный актер кстати говоря мы тут с кэрол смотрели наш youtube и мы увидели что топ даром 10 которую кэрол тогда готовила о школе он набрал у нас считаете где-то уже 3000 просмотров и если честно мы были в шоке с этого мы вообще не понимаем до сих пор и как это возможно конечно же у нас есть идея что скорее всего наш топ где-то там реально прямо когда вбивают люди в поисковике топ-10 он где-то у нас там высвечивается но за последнее даже время он у нас еще набрал просмотров где-то то ли на 200 то ли на 400 больше я точно не помню мы немного были в шоке и такие почему другие не могут видео набирать столько просмотров поэтому мы конечно же постараемся как можно больше топов поделать раз людям это интересно людям это нравится и надеемся что наши остальные топы тоже наберут достаточное количество просмотров ладно не об этом речь мы приступаем к фальсификации как и сказала да там будет нам гунмин снова эту дарам уже я и начала фальсификацию смотреть из-за того что там нам гунмин снялся он также в первой дарами снялся соответственно также меня больше заинтересовал именно жанр что это тоже детектив и кстати говоря фальсификации гораздо больше серий чем в обычных дарамах что я могу сказать по поводу этой дарамы если вы хотите увидеть как правда была перевернута с ног на голову подставляя журналисты и прокурора в том числе тогда вперед ее смотреть и поверьте вы будете просто в шоке с того что вы там увидите и ваш мозг какое-то время будет реально перегружен потому что там действительно ого какие истории что очень большая часть людей сидела просто не за что но мы едем далее пиноккио ну кто же не знает пиноккио ну там же линчанцок снялся ну и конечно же пакшин хё кстати говоря мне эта пара гораздо больше нравится не знаю почему именно вот когда они вместе снимаются в дарами вот надо чё кстати посмотреть в каких они еще даромы снимались вместе но по-моему они где-то еще должны были пересекаться они же такие топовые актеры на это же логично логично так ладно в этой дарами показано что не все репортеры желают говорить ложь то есть именно дарама основана на том что большинство репортеров говорят ложную информацию в сми то есть это по телевизору и так далее потому что но опять же все закручено на деньгах при этом все же находятся такие люди репортеры которые не хотят говорить эту ложь и они хотят говорить только правду конечно же таких репортеров готовы тут же прибить и вообще какого фига вы туда лезете но все-таки порой добро побеждает зло так что смотрите 4 властелин солнца это да детектив хотя многие думаю знают эту дараму именно по тому жанру что это как типа мистика там ужасы призраки но как говорится призракам тоже надо расследовать преступления мне это понравилось конечно как корейцы к этому подошли если вы хотите полюбоваться призраками хотите посмотреть дараму где можно поржать просто над каждой серии посмотреть на то как одна женщина именно человек будет общаться с этими призраками как она будет помогать им расследовать их истории поэтому обязательно посмотрите эту дараму я уверена она вам очень понравится и нет она не настолько страшно по поводу призраков вообще никак больше я там угорала со всего 5 это мой секретный отель какое же прекрасное название и снова здравствуй на ангумин господи когда он по тебя везде преследует опять же чем не зацепил зацепила эта драма то есть сначала я не знала я об этой дараме узнала когда именно нам гунмина изучала вообще кто он что он где там снимался и увидела как раз это название драмы я такая интересный какой-то подход мой секретный отель ты как думал блин я еще нигде не видела подобных названий я только больше в книжках находила подобные названия секрет старинных часов допустим тогда там либо еще что-то в темброви но чтобы мой секретный отель это довольно-таки интересно в общем главное что там ангумин был ну и конечно же там также снялись еще другие актеры которые мне также очень понравились о чем эта драма честно она немного нестандартная ну и в принципе по названию драма это заметно самое что интересное что там дело не только в том что там типа какой-то секретный отель со своими секретами и и он кстати так и называется отель секрет секрет в чем там суть что там все свадьбы коту под хвост у главной героини ну и плюс в этом отеле случаются какие-то убийства и ты такой сидишь смотришь такой да прикольно приехал такой в отеле и в итоге оттуда бежишь потому что происходит какое-то убийство но если конечно сам не стал трупом ну или кстати мысль ну ладно ну и что я еще могу добавить никогда не сходитесь со своими боссами а то мало ли что у них там за их спинами скрывается поэтому лучше не стоит каким какими они не были бы красивыми вот именно если ваш босс очень красивый то уж тем более не стоит с ним связываться до имея ввиду в отношениях да ну что ж если вы хотите еще часть о драмах о топ 5 жанра детектив то обязательно напишите пожалуйста плюс в комментариях для меня это конечно же видео было впервые мне было конечно тяжеловато это подбирать это топ какие-то там драма вы искать и вообще я за все время только посмотрела может где-то 40 драм либо чуть больше вроде их много но при этом пока я сидела я такая чё-то по поводу жанра детектив у меня слабовато но в принципе мне есть еще в запасе поэтому обязательно напишите в комментариях хотите ли вы и видеть еще вторую часть топ 5 драма жанра детектив или же допустим увидеть именно топ 5 драм о мистике потому что очень многие больше любят конечно же мистику но это же создан то с призраками и так далее до до скорых встреч пока пока здесь же вы увидите о том что увидите о том что 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 же за фигня вот что значит нельзя работать на основной работе блин потому что тут вечно мозг заполнен не тем что надо для ютуба блин на хотите увидеть как правда была перевернута и троеточие вот у кого-то проблемы с лицами у меня проблемы с памятью уже трындец 23 года